Вторая мировая война принесла людям много бед и страданий. Советские войска храбро и мужественно сражались с фашистскими захватчиками. На фронтах было много военных профессий. Среди них воевали люди, связанные с птицами и животными. Голуби помогали солдатам на войне, доставляя на лапках контейнеры с важным донесением в пункт назначения. Благодаря голубям, военным специалистам и множеству других людей была обеспечена победа над фашизмом. Голубеводов обучали в Центральной школе собаководства и голубеводства города Москвы. В 1934 году была выпущена инструкция по голубиной связи. В поздние годы изданы руководство и учебники. Военные голубеводы усердно учились, овладевая ценными знаниями. Голубиная почта известна еще с древних времен. Египтяне, греки, римляне использовали голубей с целью сообщения по городам имен главных победителей Олимпийских игр. Способность птицы возвращаться к своему постоянному месту обитания – домой – широко применялась в боевых сражениях позапрошлого и прошлого столетий. Почтово-голубинные вахты создавались в городах и крепостях. За умными птицами ухаживали голубеводы. Они их кормили, умело обучали и тренировали. Каждый голубь имел штамп военно-голубиной почты. Голубь – чудесная птица. Она всегда возвращается к своему гнезду. Домашняя порода птицы произошла от сизого голубя, обитающего на обрывистых скалах. У голубей острое зрение и великолепная память. Они всегда точно летят по заданному маршруту. Бывает так, что он сбивается с пути, попадает в шторм, обстрел, становится добычей диких птиц, устает в дороге. Но все равно стойкой смело долетает с депешей до штаба. В военное время голубеводы часто выпускали сразу двух голубей с одним письмом. К лапке был привязан легкий металлический контейнер, капсула, с текстом донесения. Голуби точно выполняли свою задачу. Они помогали на фронте распространять листовки. Для этого клетки с птицами сбрасывали на парашютах на территории населенных пунктов с просьбой помочь местных жителей в борьбе с фашизмом, заполнив специальный опросник в целях разведки. Выполнив поручение, птицу с заданием отправляли обратно. Голуби были замечательными связистами и разведчиками. Их использовали на танках, бронепоездах, военных аэропланах. При любых обстоятельствах птица побеждала. Она снабжена электросенсорным датчиком, с помощью которого чувствует приближающуюся опасность и природные явления. Есть у нее и свой особый магнит, расположенный у основания клюва, определяющий магнитную напряженность атмосферы. Немцы использовали голубей для аэрофотосъемки местности с небольшой высоты. Военные голубеводы с уважением относились к пернатым вестникам. Они их просто боготворили. Специалисты знали их особенности, подход к своим крылатым подопечным, любили с ними беседовать и кормить рук. Голуби-грамму, депешу, они писали на тонкой папирусной бумаге, опускали в контейнер, прикрепляли к лапке птицы и благословляли ее в путь. Скорость полета обученного голубя достигала до 100 км в час. Вес груза мог быть до 75 грамм. Немцы использовали против голубей хищных птиц, но советские голуби мужественно переносили тяжелые ранения и доставляли депешу в штаб. Ветеринары их лечили, оперировали и спасали. Отважные голубеводы и голуби были награждены медалями и наградами. Голубям установлены памятники. Голубевод – отличная военная профессия. Она настойчиво и упорно приближала победу над фашизмом в Великой Отечественной войне, а голуби считаются символами мира.